Вот, теперь мы через Говсаны будем пробираться на дачу. Через Говсаны. Здесь тоже проложена новая дорога. Это компрессорные станции. Гоняют воздух на месторождение. Нефтяные, нефтяные вылезы плавающие. Это будет плавание. Справа появилось море. А вот тот мыс, это было предприятие полный. На море полный. Потом начали это переделать все на электронику. Вот они занимались переделкой на электронику. Вырабатывали вместе. Являются первой строительниц Говсанов пригородка. И пригорода первые вот дома. А что это нефть воняет? Здесь наводится Радоном парк. Центральные очистительные сооружения. И определенный запах такой. Запах чего? Радона? Радона. Да, запах. Радона. Слушай меня. Я это знаю. В общем, вот такой вот запах ставят. Поняла, что такой радоновый запах. То есть запах ила вот такого вот отробычного. Когда вода отделяется от грязи. Есть минеральная вода. Ага. Которая есть... Доломитовая вода. Так далее. Зеленые вот эти вот пригороды Говсанов. Предпоселочья, так сказать. Очень зелено. Много деревьев. Все, вот мы уже въехали в Говсаны. Уже здесь терроризация. Вот так выглядят Говсаны. Ах ты, паразит. Говсанинцы, привет. Всем привет. А, сейчас ты не отправишь, потому что здесь нет интернета. Вот Говсаны у нас. Так у меня не ушло тоже, что ли? Да. Но они все-таки, это все же ездят в город работать. Где здесь? Ну, а здесь Говсаны создавались на базе Норда. Норд был большим предприятием. У них экспериментальный завод здесь был. То есть здесь был завод, да? И наушесельский институт. С экспериментальный завод здесь был. Его не было. В последний раз, когда я здесь ездил, его не было. Эльский комплекс новый. Татский. Почему такое-то много? Ну все. А этой дороге мы можем выехать на метонку. Давайте. А можем ехать вдоль моря. Давай вдоль моря. Доль моря, да. Вот Говсанинская ярмарка. Посмотрите. Прям как... Дорога пошла. В метро не в море. В море 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 не в море. Вот много-много. Много-много сон. С домиками. С домиками, с удобствами, с кафешками. В море, в море, в гостиницей. В сторону строится коттеджик, где можно остановиться. Пользоваться морем, пляжем. Санта-Фе бич. Ну, в общем, вот так выглядит побережье Гусанинского пляжа. Целый комплекс таких домишек. Повернули на туркяны. Через Туркяны выйдем на нашу развилку четырех дорог и на дачу. Так происходит и завязка сюжетно. Сейчас в Туркянах Володя попытается сократить дорогу. Посмотрим, чем это закончится. Видите, какой парень. Детский санаторий или что-то еще. Да, видишь, интересно, очень красиво. Очень. Вот здесь я туда поехал или нет? Вот он первый вопрос, последовавший за решением сократить дорогу. А туда ли я поехала? А туда ли я пошла? А тамуле я... Большая грязь. Это медлинистая, да. Это мечеть. Володин сказал, что значит, я неправильно поехала. Спасной, чтобы вы... А, правильно? Да. Или неправильно? Да. Мимо мечети. Мимо мечети. Здесь что-то роет. Яма, выкопа. Какой вид отдельный ход. Ну, так как бы... Есть... У нас в каждом селении тоже есть. Центральная улица, есть боковые. Вот здесь все слое строительство. Все? Центральная улица. Ну и, соответственно, дороги. И не очень еще. Сбились? Если сбились, то вы плутать по степи. Помнишь, как вы плутали? Помню. Заблудились степи. Вот здесь вот 4 километра степи заблудились. Все решили, что погода изумительная. Может, это не заряль? Пляжья. Туркяна еще. Заря 2 километра. Безветренная еще, скажем. Вот я говорю, вот есть... Безветренная. А там крюк мы выделили. Вот новая дорога, которая выходит к супермаркету. Куда-то вот туда. То есть закала. Мне так кажется. Насколько я представляю себе. Дорога, которая семеняет Заря и Туркяна. Понятно. Эта дорога выходит прямо в центре Заря к нашему беззим-маркету. Вот такая чудесная новая дорога. Представляете? Появились зыринские теплицы. Мы практически в Заря. Это уже Заря может быть. Я так и сказала, что это Заря. Очень цивилизованная, очень аккуратная. Вот уже наша дорога зыринская. Прекрасное селение Заря. Посмотрите, как у нас красиво. Как выгодно мы отличаемся от тех же Туркян, Гувсанов. Просто у нас поселок городского типа. А вот и беззим-маркета. Все, мы в Заря. А вот там уже наша дача. Все, мы приехали, ребята. Как здорово. Молодя, мне надо закупить масло маме. Купит кусочек гойруга. Пойду-ка я посмотрю. Наверное, мясо тоже. Вообще, что-то он сейчас купит. Молодой мясо, что это? Алекс, держи. Короче, все хотят жареный гойруг. Марина, держи. Заря гениальная погода. Здесь даже дождя не было. Пойду-ка я в мясной зайду. Что там есть, вообще посмотрите. Весная лавка. Насколько здесь. А у нас это... Могуру. И тиману, смотри, цель. Для тимана. Приехали на дачу. Вы знаете, даже могу сказать, что тепло. И у нас по-прежнему не, как говорится, не исчезли намерения поехать на море и взять и совершить героический поступок и искупаться. Сердце как-то не очень склоняется к купанию. А я вот прям вот настаиваю. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот расцвел мой сентябринчик. Посмотрите. Он очень хорошо рассаживается. Буквально прям его грубо отрываешь, сажаешь и все. Он даже на нем пчелка оса видела. И вот целый куст. Вот и цветы допоздна стоят. Чудесно. Так они пахнут хорошо. Прелесть. Марин вон цветет. Аляндрик. Тоже какие-то бутончики на нем. Не знаю, и Наполи что. Но у нас он очень... Косточка грубая, очень грубая сама. Сама мякоть очень грубая. Поэтому просто висит, потом падает. А вот мои американские цветочки. Все цветет, короче. Аляндр вообще весь в цветах. И Сафра. Стань, давай, стой. Мы, Сафра, это там мы на пляже оденем. Стань, стой. Это не важно. Я знаю, что на пляже. Свитер, шорты, теплые халаты. Ведь как элегантные. Меховые плавки. Какие шорты с отлива у вас. Сафрышки. Давайте. Если нас будут в рук ловить как-то... Вот у Саши в руках мамино масло оливковое я и купила. Обмажемся маслом и ускользнем. Такой на Синее море. Мальчики. У меня ведь не лучше. Утеплилась во что только можно. На мне курточка, флист. Но внизу у меня купальные принадлежности. А вот Саша станет. Вот вон они. Мы не купались. Купальчик уже облачился в халат цвета пчелка Би. Там место, так давай. Надо ее... Конечно купаться не буду. Ой, хотя я одела купальные принадлежности. Такое море. Все, храбрые купальщики. Они, выполнившие обещание, возвращаются на дачу, где Володя сейчас будет жарить гой-рук. Пахнет дровами. Там и виноградные лозы. В общем, мы на даче готовим быстро обед. Я, естественно, пропорции не знаю. Переложила этого мерджи. Получился суп-каша. Ну ничего, я потом чупиточек добавлю. Кимзочку. Таня колдует над столом. Всевозможные нарезки. Кошки там нервничают, бедные. Хоть и перепадают кусочки. Но не так часто, как им хотелось бы. Володя колдует над гой-руком. Начался в этот раз гой-ручный шашлык. Это секрет Володи. Я вам сейчас по секрету скажу. Он обваливает его в муке и жарит. Получается безумно вкусно. Безумно. У слабой нервы просим не смотреть. Ой, какой аромат. Тот крайний уже приобретает съедобный вид. Представляете, как он будет хрт-хрт делать. Пришел похородин, даже принес кильку самодельную. Малосуды. Представляете? Появилась коричневая огненная вода в Володьевом приготовлении. А это запах за что не пылёт. Пора созревания гранатов. Пора собирать урожай. Ты, Володя, взял бы ножичек. Такие гранаты. Всё, весёлый дачный денёк закончен. Мы на даче не ночуем. Мы уезжаем домой. Пока. До новых встреч. Последние сборы. Наелись винограда прям с кустами. Какой сладкий-сладкий виноград. Как мёд. Я даже пришла помыть руки. У Володи чистенький бассейн. Идти. Я ничего никогда не принимаю. Восемь. Висит одинокий гранатик. Бассейн. Ясно. И так происходит круговорот товаров, вещей в природе. На дачу едем, полная машина. И обратно едем, полная машина. Всё, поехали, ребята, давайте. Так, сейчас. Ну всё, пока. Всё. Обратно еду я, потому что был обед. И Володя ни в чём себе не отказывал. До свидания, гранаты.